Масло, приготовленное из хвои, молодых ветвей и шишек пихты, издавна ценится в косметологии и в медицине. Целебные свойства пихтового масла признает и официальная, и народная медицина. Даже шаманы используют редкие пихты во время исполнения своих обрядов. Эфирное масло пихты нельзя использовать в чистом виде, поскольку у него очень высокая концентрация. Масло нужно обязательно сильно разводить, либо в напитках, либо в базовом масле, в случае наружного применения. Неразбавленное масло грозит аллергией и ожогами. Чаще всего в качестве базового масла используют касторовое масло, масло виноградных косточек, масло абрикоса и масло миндаля. Пропорции добавления эфирного масла пихты для наружного применения. 12 капель масла пихты на 15 грамм базового масла. Основные свойства эфирного масла пихты. Эфирное масло пихты используют при лечении дерматита, лишая и других кожных заболеваний, связанных с инфекционными воспалительными процессами. Пихтовое масло, добавленное в ванну с теплой водой, успокаивает нервную систему, снимает усталость и положительно воздействует на мышцы и суставы, стимулирует кровоток, лечит невралгию и заболевания кожи. Для ароматической ванны достаточно 7 капель масла. Масло пихты используют для ускорения метаболизма и улучшения работы всех систем организма. Пихтовое масло действует как поднимающее иммунитет средство. Его антибактериальные свойства противостоят вирусным инфекциям, поражающим дыхательные пути. Масло пихты можно вдыхать непосредственно, делать ингаляции с маслом или использовать в аромодиффузоре. Масло пихты повышает тонус, настроение и работоспособность организма. Чаще всего масло пихты используют для компрессов, растираний и для приготовления целебных напитков. Для внутреннего применения нужно взять стакан сока любых фруктов, кроме цитрусовых, или чайную ложку пчелиного меда и добавить туда одну каплю масла. Принимать один раз в день. После употребления этого средства рекомендуется ничего не пить и не есть в течение 30 минут. При гриппе и при любой простуде маслом растирают кожу. После этого больного укутывают или тщательно накрывают теплым одеялом. При простуде врачи советуют делать ингаляции горячим паром. В емкость с горячей водой добавьте 2 капли масла. Вдыхать не более 5 минут. Важно помнить, что ингаляции противопоказаны при высокой температуре тела. При сильных ушибах эфирное масло пихты втирают вместо ушиба дважды в день, утром и вечером. В качестве средства для растирания и снятия болевого синдрома добавляются 12 капель масла пихты на 15 грамм базового масла. Радикулит и больные суставы можно лечить такими же растираниями. Противопоказания для масла пихты. Беременность и период кормления грудным молоком. Язва желудка. Хронические болезни органов дыхания. Противопоказания для масла пихты.